Вечеринка Вечеринка В любом случае, если вы можете и сейчас поднять себя к таким внешним действиям, это хорошо, это хорошо, такие взрывы хороши, и если это можно сделать, то надо это делать, но надо видеть, что чуть-чуть труднее стал Это чуть-чуть сложнее нам сразу включиться в такие действия, но должны осознавать тип работы, он меняется, это не обязательно, чтобы пропало желание, пропала тяга, мы стали умнее, нет, мы находимся в выяснениях гораздо более внутренних Но то, что в группах даже бывает так Есть такой период, когда человек не может привести себя в действие в каких-то объятиях, танцах Есть такой период Потом это проходит, он видит, что это не мешает, а наоборот, одно помогает другому Тут это подобно, как в детстве, скажем, мы играем в какие-то игры, а сейчас юношей, скажем, 15-летних, заставь с ними играться в игры пятилетних детей Они не захотят ни в коем случае Это понижает их уровень, как это можно? А посади людей 60-70 лет играть, как дети пятилетние, они будут играться Почему? Потому что они начинают раскрывать, не то, чтобы это была синельность, осталась в развитии какая-то, нет Они в этих вещах начинают раскрывать объединение всех уровней Тут есть... Это не глупости или пустяки Старики, которые становятся как дети Это потому, что они ощущают все эти уровни, которые они проходят Насколько в них есть важность И поэтому они относятся ко всему этому вот таким образом, без пренебрежения, как юноши Юноши... это очень ощутимо Юный человек, сказать ему быть, играться как десятилетний, как это можно Вот так Юноши 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 Юноши